Еще ни один чемпионат мира по футболу, как стартующий 20 ноября в Катаре, не ждали так долго. Причем во всех смыслах. Во-первых, турнир, который проводится каждые 4 года, на сей раз ждали 4,5. Потому что проводят его не летом, ибо играть плюс 45 градусов было бы совсем непросто. Плюс вокруг Мундиаля огромная масса споров. И по большей части не футбольных. В курс дела за неделю до старта чемпионата мира вас введет сюжет Ивана Лобова. До старта чемпионата мира по футболу осталась неделя. Но общественность больше волнует не игровые аспекты. Куда активнее обсуждается само место проведения Мундиаля. Огонь и без того был ярким, но масло в него подлил бывший президент FIFA Йозеф Блаттер. Несколько лет назад, напомним, его отстранили от футбольной деятельности за серию коррупционных скандалов. И вот грянул новый. Блаттер рассказал, что право проведения турнира должно было достаться США. Но при помощи тогдашнего главы УЕФА Мишеля Платтини, его буквально купил Катар. За неделю до конгресса Платтини позвонил мне и спросил. Зэп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то? Тогда я понял, что на него больше нельзя рассчитывать. Благодаря четырем голосам, которые отдали Мишель и его люди, чемпионат мира достался Катару, а не США. Это правда. Еще раз, это правда. Но, конечно, дело было и в деньгах. Шесть месяцев спустя Катар купил у французов истребители за 14,5 миллиардов. Еще до слов Блаттера в расследовании издания Football Leaks говорилось. В 2010 году президент Франции Николай Саркази встретился с наследным принцем Катара Томимом Альтани и предложил ему купить Пари Сен-Жермен, а также открыть во Франции спортивный телеканал. В обмен Саркази пообещал шейхам активное содействие в приобретении прав на проведение Мундиаля. Реализацией схемы занимался Мишель Платини. Никаких доказательств и документов, подтверждающих это, конечно, не нашлось. Но ПСЖ действительно купил катарский шейх Нассер Аль-Хилайфи, а во Франции запустили телеканал Бейн Спортс. Идея проведения чемпионата мира на Ближнем Востоке изначально мало кому нравилась. Летом в Катаре столбик термометра показывает заоблачные плюс 50 градусов. Поэтому впервые в истории Мундиаль состоится осенью и зимой. А еще в стране не было практически никакой спортивной инфраструктуры. Строительство стадионов обошлось в 200 миллиардов долларов. Для сравнения Россия потратила в 15 раз меньше. Арабские шейхи возвели 8 современнейших арен. В основном на костях гастарбайтеров. Население Катара составляет менее 3 миллионов человек. Вопрос дефицита строителей, разумеется, мгновенно стал ребром. К работам привлекли сотни тысяч мигрантов, надлежащих условий для которых создано не было. По подсчетам газеты The Guardian, за время подготовки объектов к чемпионату мира 2022 погибло более 6,5 тысяч людей. При этом Guardian не учитывает смерти рабочих из Филиппин и Кении. Но, видимо, этой информацией обладают болельщики Мюнхенской Баварии, которые на матче Бундеслиги против Герты вывесили баннер со следующим текстом. 15 тысяч погибших ради 5 тысяч 760 минут футбола. Вам должно быть стыдно. Вопрос сексуальных меньшинств лишний раз обсуждать не хочется. Но организаторы дают для этого поводы. Халид Салман, выступающий в роли посла чемпионата, сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF «Гомосексуализм – это харам, а также дефект разума». После такого заявления его беседу с журналистом немедленно остановили, как и полагается, свободным средством массовой информации. А реакция общественности не заставила себя ждать. Причем отличились вновь фанаты Баварии, которые к поединку уже с Вердером подготовили оскорбительный плакат по отношению к катарскому амбассадору. Поддержал зрителей даже полузащитник мюнхенцев Леон Горецко, который при всей своей внешней брутальности горячо разделяет интересы однополых пар. «Это очень угнетает. Этот человек словно из другого тысячелетия. Это не то, за что мы выступаем, и не то, чему подаем пример. Такое заявление абсолютно неприемлемо». Но угнетает это Леона не до такой степени, чтобы отказаться ехать в Катар в составе сборной Германии. Печально, но чем ближе Мундиаль, тем больше звезд футбола отправляется в лазарет. В поле Пагба, Марка Ройс, Садио Мане список травмированных неуклонно растет. Однако хватает знаковых имен и среди тех, кто не отобрался по спортивному принципу. Так, например, впервые чемпионат мира пройдет без самого дорогого футболиста этого самого мира. На данный момент им является норвежец Эрлинг Холланд. Защищая цвета Манчестер Сити, он идет на первом месте по системе гол плюс пас среди всех игроков европейских чемпионатов. Интересно, что на второй строчке рейтинга находится спартаковец Квинси Промис. Его Голландия в Катаре выступит, а вот красно-белый форвард – нет. Оранжевые решили не вносить его в заявку. Российская премьер-лига вообще стала изгоем для внимания тренеров национальных команд. Для сравнения, в 2010 году от РПЛ на Мундиаль отправилось 14 легионеров. Спустя 4 года – 11, в 2018 – 15. А вот в Катаре от нашего чемпионата пока значатся лишь два человека – хорватский защитник питерского зенита Дейн Ловрен и хавбек московского Динамо Мумин Гамалё, который выступит за сборную Камеруна. Кстати, благодаря именно африканцам наша страна получит российское представительство. Все дело в том, что у полузащитника немецкого Ганновера Геля Андуа, который также попал в итоговую заявку камерунцев, есть второе гражданство – российское. В первую очередь я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто – Россия – мой дом. У меня есть российский документ. И это тоже хорошо, что я могу представлять российский народ на таком большом турнире. Прямо сейчас спортивная общественность ждет праздника футбола. Получится ли он таким же безоблачным и светлым, как был в России? Посмотрим. Но, по крайней мере, сейчас Мундиаль 2022 очень сильно проигрывает тому, что прошел 4 года назад.